МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Для защиты страны Владимир Путин сегодня ввел военное положение на новых территориях. Профессия кляузник. Руководитель регионального УФА Сеюрий Гребнев сегодня рассказал об особенностях торгов по госконтрактам. Молодые профи Павел Малков встретился с рязанскими студентами, победившими в национальном чемпионате профессионального мастерства. Сегодня президент России Владимир Путин ввел военное положение на новых территориях, Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Указ об этом уже опубликован на официальных ресурсах Кремля. Кроме того, Владимир Путин создал Государственный комитет обороны, специальный координационный совет, который возглавил премьер Михаил Мишустин. Новые территории Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР – неотъемлемая часть России. По словам Владимира Путина, действия со стороны киевского режима носят террористический характер и по отношению к людям, и по отношению к территориям. Военное положение в них де-факто уже было, теперь его оформят де-юре по российскому законодательству. Вновь подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформированы и Государственные Думы. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпусков продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие. Все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. На этом Владимир Путин акцентированно остановился отдельно. Никаких проблем с амуницией, бытовыми условиями и местами дислокации быть не должно. И, наконец, должна быть пресечена неразбериха с денежным довольствием. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава, также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением, мы вместе, волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации. Детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников. Кроме того, как известно, существуют и региональные выплаты. В Рязанской области это 100 тысяч рублей, о чем губернатор Павел Малков заявил на последнем правительстве. Предлагается установить единовременную выплату в 100 тысяч рублей, еще ряд мер поддержки. Мы вот, когда разрабатывали законопроект, делали это в очень сжатые сроки, но изучили внимательно опыт других регионов. Еще далеко не все регионы установили вот такие меры поддержки в виде единовременной выплаты. Но те, кто установил, разные суммы есть. Кто-то есть по 50 тысяч, такие как Кострома, Тамбов из близких регионов, но значительная часть субъектов из тех, кто вот уже установил выплаты, поставили по 100 тысяч. В Сельцах продолжается подготовка Рязанско-Тамбовского полка к выполнению задач специальной военной операции. Теперь, когда все денежные вопросы вроде как решены, подготовка будет, очевидно, проходить бодрее. За 9 месяцев этого года в региональный УФАС на торги по госконтрактам поступило 150 жалоб, причем только 45 из них признаны обоснованными. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции заявил руководитель антимонопольного ведомства Юрий Гребнев. По его словам, каждый раз в дело вступают так называемые профессиональные кляузники. Статистика обращений в нашем следующем материале. Такого количества жалоб на торги по госконтрактам не было уже давно. Полторы сотни обращений за первые 9 месяцев этого года. Впрочем, в региональном УФАС уже научились, отличая тех, кто пишет по делу, от тех, кто, как Баба Яга в небезызвестном мультфильме, всегда против. Вы знаете, что есть так называемые профессиональные жалобщики, которые, не имея никакого интереса в торгах, направляют жалобы. Иногда даже из-за корыстных каких-то интересов. Но, в настоящее время, федеральные суммонтальные службы делают все возможное для того, чтобы таких профессиональных жалобщиков было как можно меньше. Впрочем, среди обращений есть и такие, на которые, по словам Юрия Гребнева, реагировать нужно обязательно. Одна из медицинских организаций опубликовала обращение к рязанцам с заверениями о том, что от мобилизации и призыва можно, что называется, законно откосить. Дескать, найдем у вас любые болезни. За деньги, разумеется. Региональный УФАС тут же возбудил дело. Но самая большая оплата была за пакет услуг, который рекламодателям был назван на последний шанс. Для тех, кто хочет законно задержать призывы, если признали рекламным, то решение призыва на комиссии. Все-таки, ранее, на какой норме посчиталось, что реклама в данном конкретном случае побуждает совершение противоправленных действий. И посчитали эту рекламную норму надлежащей. Признали, что данный хозяйствующий субъект, который оказывает такие услуги при призывниках, нарушил федеральный закон о рекламе и будут соответствующие подписания. Антимонопольное ведомство по-прежнему мониторит рынки продовольственных и непродовольственных товаров. Пока что серьезных нарушений вроде как нет, но мы напомним, что в прошлом году дело возбуждали по резкому скачку цен на так называемый борщевой набор – капусту, морковь, свеклу и картофель. Дело, кстати, прекратили. И в Уфас сегодня пояснили, почему. В каждом случае это было вызвано объективными рыночными причинами. Ну, к примеру, мы установили, что в торговой сети МакНИД продавалось несколько видов капусты. Капуста старого урожая и капуста нового урожая. И вот на капусту нового урожая торговые наценки были существенны. А на капусту старого урожая они были даже на уровне закупочных цен, нулевые, а в некоторые дни даже отрицательные. Такая история длилась не более пяти дней, и сеть их устанавливала для того, чтобы реализовать капусту старого урожая. Это объективное поведение хозяйствующего субъекта в данном случае. Как показала проверка, та же история была и с картофелем. Морковь и вовсе в цене росла только день. В общем, говорят в Уфас, рынок есть рынок. Но теперь у крупных ритейлеров есть своеобразный ярлык, доминирующий на рынке. А значит, спрос в них будет особый. Сегодня Павел Молков встретился с рязанскими студентами, победителями и призерами 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы-2022». Финал первенства проходил в городе Саранске в дистанционно-очном формате. Финал 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил в Саранске. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны демонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. По итогам участники от Рязанской области завоевали две медали. Золотую получил студент Рязанского строительного колледжа Антон Телельков по компетенции технологии информационного моделирования «БИМ». Бронзовую Павел Бодров из Рязанского технологического колледжа в номинации «Интернет-маркетинг». Еще четыре медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям «Бухучет», «Ветеринария», «Поварское дело», «Медицинский» и «Социальный уход». Поздравил призеров губернатор региона. Знаю и про золотую, и про бронзовую медаль. Знаю, что есть и другие серьезные номинации. Конечно, все это великолепно. В целом в командном зачете тоже очень достойно выглядим. Есть еще куда стремиться. Будем здесь, конечно, над этим работать. Но в целом очень-очень достойно. Конечно, такие чемпионаты стимулируют и учащихся, и преподавателей, педагогов к тому, чтобы совершенствовать свои навыки, развиваться. Но потом и специалисты получаются в высочайшем уровне. В общении со студентами и преподавателями приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» Алексей Зенин. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты делились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами. Когда мы ехали на чемпионат, мы не ожидали, что займем первое место. Но максимально хотели все-таки защитить честь региона и хотя бы в десятку попасть. Тут, конечно, усердие ребят большую роль сыграло. В принципе, нас очень хорошо поддержали. Мы сейчас единственное в Рязанском регионе актуализированный учебный центр российской БИМ-системы. Поэтому мы даже можем обучать специалистов и давать им непосредственно дипломы. Студенты представили главе региона проект расширения мастерских на территории Рязанского строительного колледжа. Потребность в дополнительных площадях в настоящее время существует у многих колледжей и техникумов Рязанского региона. Есть нехватка мест в общежитиях. Требуется дополнительное оснащение мастерских оборудования. Все эти вопросы губернатор взял в проработку и отметил, что включит в свой рабочий график посещения колледжей с тем, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично. Павел Малков поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата и поручил Минобру проработать возможности использования для этих целей здания бывшего хлебзавода в Рязани, которое планируется реконструировать. В год культурного наследия народов России в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открывается выставка, которая расскажет о разнообразии ремесел и промыслов, активно развивавшихся на Рязанской земле со второй половины XIX века. А также представит историю создания Рязанского кустарного музея, собрание которого стало основой богатейшей этнографической коллекции современного музея-заповедника. В составе выставки более 600 музейных предметов, фотоматериалов, документов из собрания историко-архитектурного музея и государственного архива. Все об истории кустарной промышленности, зарождении предпринимательства, особенностях технологий и художественного творчества. Мы хотели показать ту работу, большую работу Рязанского губернского земства по поддержке кустарной промышленности Рязанской губернии. Был образован музей, кустарный музей Рязанского губернского земства в 1913 году. И собрание его стало основой богатейшей этнографической коллекции современного музея-заповедника. Первостепенную роль в кустарных промыслах играла доступность сырья. То, что сегодня стало произведениями искусства, когда-то было средством пропитания. Крестьяне, не покладая рук, мастерили, чтобы жить. И создавали прекрасное, а сами того не зная, воплощали культуру и красоту души целого народа. Среди экспонатов уникальные серии фотоснимков с изображениями рязанских кустарей. Плотников, бондарей, гончаров, ткачей, корзинщиков, вышивальщиц, кружевниц, иконников и живописцев и многих других мастеров. Среди экспонатов также есть материал о неизвестном и к написанным промысле в селе Солоча. Но неизвестен он нам сегодня. На рубеже 19-20 веков это был большой промысел, поставимый по уровню производства и создания икон и картин на регулигозной тему церковной живописи с промыслом Палиха и Нестеры. И благодаря архивным данным, благодаря сотрудничеству с государственным архивом Рязанской области нам удалось выявить материалы о существовании этого иконописного промысла. Посетители смогут узнать, какие образцы ремесла можно было увидеть на Всероссийской выставке в Петербурге и на первой экспозиции кустарного музея, который открылся в Рязани на улице Соборной в доме Ланина в декабре 1913 года. Выставка на самом деле родилась из необходимости показывать свои коллекции на тот момент, когда у нас, собственно, закрыта этнографическая экспозиция, которая работала долгие годы в певческом корпусе Рязанского Кремля. К сожалению, весной она была закрыта и уже не возобновится. В 1919 году Кустарный земский музей был признан отделением, отделом Рязанского областного музея, кустарным отделом. Он влился в коллекцию, но не растворился, сохранил свое лицо, свой неповторимый облик. И вот это сегодня мы демонстрируем в зале. Особый интерес представляет коллекция народной одежды Кустарного музея. Она состоит в отделе домашних рукоделий, а также образцы ткачества, набойки и кружева, в том числе цветное Михайловское. Уникальные этнографические куклы из собрания Рязанского кустарного музея, в точно воспроизводящих одеяния различных уездов Рязанской губернии и костюмах. Эти куклы сто лет назад участвовали в выставке в Берлине в Русском павильоне, а сегодня их можно видеть в зале Кремля. Выставка рассчитана на широкую аудиторию посетителей и доступна по Пушкинской карте. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова